В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Центральной библиотеке Ленинского района исполнилось 65 лет. Здесь есть не только читальный зал, но и электронный. Это дает возможность зайти в любую библиотеку России и найти нужное издание. Состоялся финал фестиваля конкурса «Мамы Подмосковья. ТОП-10». Видновчанка Вера Магокян стала одной из победительниц в номинации «Дом там, где мама». В этом конкурсе у нас были очень сильные соперники. В Георгиевском храме города Видное офицерам и сержантам полиции вручили погоны, соответствующие очередным присвоенным званиям. Здравствуйте. Всего хорошего. Удачи. 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 Центральной районной библиотеки нашего муниципалитета 65 лет. С этим настоящим домом книги связана жизнь тысяч видновчан и жителей Ленинского района. В праздничную дату Екатерина Коваленко одной из первых поздравила сотрудников библиотеки с днем рождения. Сегодня утром, несмотря на праздничную дату, двери центральной районной библиотеки, как обычно, распахнулись для всех желающих. И так уже 65 лет. День за днем здесь дарят людям возможность окунуться в волшебный мир книг и узнать много новой полезной информации. Впрочем, сейчас это уже и не библиотека в классическом понимании слова, а скорее культурно-досуговый центр с библиохоллами. У нас на сегодняшний момент очень разные форматы и вечера, и клубы, и кружки работают как платные, так и бесплатные. Всего у нас 18 кружков любительских объединений, работают в библиотеке, в которых занимается примерно где-то около 350 человек. А ежедневно библиотеку посещают в среднем 200-250 человек, среди которых много юных лиц. И это неудивительно. Только в 2017 году появились две программы для подрастающего поколения. Найди себя в библиотеке, созданной для помощи в самореализации, и Аргументы и факты. Эта дискуссионная площадка для молодежи вошла в пятерку лучших библиопроектов Подмосковья. Кроме того, особой гордостью стал проект с говорящим названием «Азбука Видновского края». Различные мероприятия краеведческие, экскурсии, выяснение, мониторинг мнений жителей о самых лучших объектах исторических, не только объектах, но и личностях Видновского края. И в итоге этот проект завершился созданием электронного ресурса «Азбука Видновского края», который на сайте у нас выложен. Все современные тенденции и веяние в библиотечной моде активно внедряются в этих стенах. Посетители используют электронные читательские билеты. У каждого есть возможность поработать в каворкинг-зоне. Здесь четыре таких места. Даже в знаменитую Ленинскую библиотеку ездить уже нет необходимости. Здесь есть не только читальный зал, но и электронный. Это дает возможность зайти в любую библиотеку России и найти нужное издание, в том числе защищенное авторским правом. В коллектив библиотеки насчитывает 15 человек. Это настоящие фанаты своего дела, которые не мыслят жизни без стеллажей книг и горящих глаз читателей. Библиотека нужна, потому что книги люди будут любить всегда. Это печатные издания, это журналы, переводика. То есть люди любят ощущать книгу, ощущать вот эти страницы. Вот они сюда придут за ней. А значит, впереди у Центральной района библиотеки еще много праздничных дат и юбилеев. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Домнадедове прошел финал фестиваля конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10». Видновчанка Вера Магокян стала одной из победительниц в номинации «Дом. Там, где мама». Это номинация для матерей, воспитывающих в семье приемного ребенка. Наша съемочная группа встретилась с победительницей и узнала, каково это быть одной из лучших мам региона. «Направо. Ручки на пояс». Рабочий день инструктора по физической культуре Веры Магокян начинается в 8.30. На работу в детский сад «Жар-птица» она приходит вместе с дочкой, трехлетней Вероникой. Именно маленькая Ника кардинально изменила ее жизнь почти три года назад и помогла найти любимую работу. В детский садик пришла, знаете, ради ребенка. Вот с февраля месяца прошлого года мы ходили в садик. Когда окунулась вот в эту атмосферу, я даже себе представить не могла, что настолько это здорово, настолько это приятно. И настолько многому, несмотря на свой такой багаж, такой опыт, что здесь можно учиться новому, всему новому. И насколько у меня отношения с ребенком больше складываются, легче. Сейчас Вера Магокян совмещает занятия в саду с должностью заместителя директора по учебно-воспитательной работе в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». Но все же главное ее призвание – быть мамой. Всю жизнь Вера мечтала познать радость материнства, но время шло, своих деток в семье так и не появилось. И тогда семья решила усыновить ребенка. Мне муж предложил, говорит, давай возьмем ребенка. Вы знаете, насколько я ему благодарна за это? 5 ноября раздался звонок, и мне сообщили, что есть ребенок, которого можно посмотреть. Вот сейчас это вот как-то вот в тот момент я ни о чем не думала, сразу же согласилась. И когда я увидела ребенка, вы знаете, такое ощущение, что я увидела маленькую свою бабушку. Действительно, настолько схожее. И ей было всего два с половиной месяца. И даже работники меня спросили, а вы ее тетя? И я говорю, нет, а вы родственница? Я говорю, нет, у меня слезы сразу текли, и первое, что я назвала, это доченька моя. 30 ноября 2015 года Вера Магакян официально стала молодой мамой. И с тех пор они с дочкой почти не расстаются. На праздники и выходные собираются большой семьей. У героини есть сестра-двойняшка, дети которой называют свою тетю второй мамой. Кстати, сейчас Вера готовится стать мамой во второй раз. Она уже подала заявление на усыновление второго ребенка. Если я могу подарить свою любовь еще кому-то из деток, то я с удовольствием это сделаю, с огромной радостью. И плюс ко всему, чтобы мой ребенок не оставался, а не рос один. Все-таки не был эгоистом, скажем так, чтобы можно было разделить эту любовь. И она, кстати, об этом знает и очень хочет. О конкурсе «Мама Подмосковья. Топ-10» Вера Магакян узнала из Инстаграма и сразу решила, будет участвовать. Без поддержки родных и коллег она бы не справилась. Вместе с музыкальным руководителем детского сада они подготовили сценку по мотивам сказки «Дюймовочка». Сделали реквизит, помогали буквально все делом, советом. Мы были очень рады тому, что она участвует в этом проекте. Потому что помимо ее профессиональных качеств, она обладает и прекрасными женскими, и именно материнскими качествами. Добротой, открытостью, дружелюбием, милосердием. Из более чем ста участников в финал вышли всего 30. Вера шла в номинации «Дом там, где мама». Это специальная номинация для семей с приемными детьми. И хоть удалось занять лишь третье место, наша героиня гордится этой победой. В этом конкурсе у нас были очень сильные соперники в финале. Мы заняли третье место, но соперники настолько достойные. Вот первое место заняла семья из Пуховского района. У них 10 детей. Честно говоря, не поинтересовалось, сколько из них приемных, но, по крайней мере, те двое деток, которые выходили на сцену вместе с мамой, были именно приемные. В следующем году Вера Магокян собирается вновь испытать удачу в конкурсе «Мама Подмосковья» и завоевать первое место. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, ВинетВ. На протяжении многих лет в Управлении Министерства внутренних дел по Ленинскому району существует добрая традиция. В Георгиевском храме города Видное офицерам и сержантам полиции вручают погоны, соответствующие очередным присвоенным званиям. Святой Георгий Победоносец с давних пор является покровителем российского государства и его защитников, поэтому именно в Георгиевском храме проходит вручение очередных званий сотрудникам МВД. В начале церемонии священник Дмитрий Довбыш отслужил молебен на начало ратного служения перед иконой великомученика Георгия. Посветим в храме все мы с верой, благовенним страхом Божьим, входящим к конь, Господу помолимся, Господи, поминем его. В этот раз количество тех, кого повышают звания, немного всего четверо, но от этого церемония не становится менее торжественной. Новенькие погоны сотрудникам вручил заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району полковник внутренней службы Игорь Ландфанг. Отец Дмитрий преподнес каждому подарок – небольшую иконку Георгия Победоносца. Многие сотрудники желают того, чтобы вручали погоны именно в храме, потому что это не только красиво выглядит, и все больше и больше родственников приходит на данное мероприятие, но и большая ответственность перед государством, но и перед, наверное, верой. Традиция появилась в 2011 году по инициативе настоятеля храма Александра Невского Дмитрия Довбыша. За эти годы несколько сотен полицейских получили очередные воинские звания, но уже в главном храме Видновского благочиния. «Выбери жизнь!» под таким девизом в колледже Московия прошел антинаркотический семинар. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, управления Министерства внутренних дел Ленинского района рассказали учащимся о вреде приема различных психотропных средств, ответили на вопросы и показали тематический фильм. Как встречу восприняли студенты колледжа, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. Серия мероприятий под названием «Сообщи, где торгуют смертью» в Ленинском районе стартовала в начале этого года. На протяжении всего этого времени сотрудники антинаркотического отдела полиции проводят беседы с населением, ведут активную работу с участковыми, посещают учебные заведения. В профессиональном колледже Московия представители УВД уже не в первый раз. Подростковая аудитория наиболее уязвима к проблеме употребления наркотических средств. Детей стало меньше попадаться за употребление наркотических средств, за распространение наркотических средств, особенно на территории Московской области, именно нашего Ленинского района. Стараемся привлекать не только детей, но и родителей, потому что такие мероприятия для них важны. И да, поступают звонки о том, что спасибо вам, да, вот мой ребенок был в компании, в плохой, сейчас он изменился. Подростковую аудиторию вовлечь в беседу зачастую нелегко. Особенно сложно это сделать, когда спикер говорит на тему, которая может смущать молодежь. Но представители полиции умеют найти нужные слова, чтобы расположить к себе ребят и перевести лекцию в формат взаимного общения. Сотрудник полиции рассказал очень понятное, что такое наркотики, что вследствие их употребления что грозит. Было интересно и полезно это слушать. В рамках встречи студентам колледжа показали фильм «Изгой», который вошел в программу профилактики алкоголизма и наркомании. Он рассказывает о судьбе молодого человека, отказавшегося от вредных привычек и посвятившего себя спорту. История в один день, когда на пути парня встречаются люди, пытающиеся отклонить его от цели. Не поддавшись общественному мнению, он сломал систему и привлек на свою сторону провокаторов. В классе нашлось немало ребят, разделяющих точку зрения главного героя картины. Я очень негативно отношусь к наркотикам, так как я за здоровый образ жизни и к людям, которые употребляют наркотики. Я отношусь не то, чтобы негативно, а с сожалением и пытаюсь всячески помочь таким людям. Представитель антинаркотического отдела особое внимание аудитории обратила на российское законодательство, которое не щадит людей, употребляющих и распространяющих наркотические средства. Сроки заключения под стражу слишком велики, чтобы из-за этой слабости лишать себя будущего. А если случилось так, что человек попал в тяжелую жизненную ситуацию, у него есть возможность получения реабилитационной помощи, предоставляемой на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно этого. В Московской области запустят горячую линию для пациентов-стационаров. Горячая линия будет предназначена для контроля, обеспечения необходимыми медицинскими препаратами на территории учреждений здравоохранения. Связь будет круглосуточной. Каждое обращение будет оперативно обрабатываться, а раз в неделю будет проводиться масштабный анализ обращений. В историко-культурном центре состоялся ретро-вечер, посвященный творчеству композитора Евгения Птичкина. На встрече гости вспомнили лучшие произведения и больше узнали о биографии музыканта. Подробности у Арсения Рогозянского. Песни композитора Евгения Птичкина исполняли известные певцы советского времени. Репертуар музыканта разнообразен, но главным мотивом в творчестве была любовь. Лев Лещенко и Анна Герман спели в дуэте самую знаменитую песню «Эхо любви», которая вызывает приятный трепет у тех, кто ее слышит. Конечно, вот Анна Герман сейчас вообще у меня даже задрожала вся. Эта песня «Эхо любви» – ну просто радость одна душевная. Сотрудник историко-культурного центра Ирина Москаева – музыковед. Подобные ретро-вечера она проводит каждую неделю, где в лекционном формате гости узнают о деятелях музыкального искусства. Сама Ирина Васильевна впечатлена творчеством Евгения Птичкина, песни которого любит до сих пор. Он писал музыку для фильмов, для мультфильмов, многих мультфильмов. И то, что мы сейчас набрали, то, что мы хотим, чтобы это звучало, это дорогого стоит. Виталий Рубинский – постоянный гость ретро-вечеров. Все лекции он записывает на мобильный телефон. Виталий Григорьевич признается – то, как Ирина Москаева организовывает мероприятие, вызывает у него уважение. Большого труда стоит вот все это собрать и показать людям. И я, конечно, очень доволен, что вот она вот так вот все это делает. И, конечно, я думаю, всем это очень интересно. Лирические мотивы и задорные песни погрузили пришедших на встречу в воспоминания о молодых годах. Песни Евгения Птичкина знал каждый, однако многие из гостей впервые узнали о биографии композитора. Арсений Аргазянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. О спорте. В рамках первенства Московской области по хоккею среди юношей состоялась встреча команд «Арктика» из Видного и «Кристалл» из города Электросталь. За игрой следила наша съемочная группа. Подробности в сюжете Анастасии Ворониной. В Ледовом дворце «Арктика» тренируются две детские хоккейные команды под одноименным названием. Мальчишки стремятся осуществить свою заветную мечту – стать легендами мирового хоккея. И нашлись люди, готовые им помочь. Недавно у «Арктики» появилась материальная поддержка со стороны компании «Пролинг». Можно в части организации выездов на гостевые игры взять, например, компанию «Пролинг» расходы по транспортным издержкам. Естественно, дальше будет больше. Самым результативным игрокам мы обязательно презентуем хлюшки, шлемы. Лишь бы ребята были увлечены и стремились к высоким достижениям. Ребята рады помощи и стараются не подвести. Так, в матче против «Электростальского кристалла» они были настроены только на победу. Перед началом игры опытные тренеры обеих команд дали необходимое наставление своим юным спортсменам. В каждом игровом моменте мы должны отрабатывать от начала до конца. Помним то, что моменты непрерывные возникают на всей площадке каждую секунду. Если из одного звена один игрок выключился и что-то не делает, просто катается, это значит, что у нас минус один. В начале игры удача была на стороне гостей. В первом периоде они забросили пять шайб в ворота видновчан и почувствовали себя на льду уверенно. Однако хозяева не ушли в глухую оборону, а наоборот создавали опасные моменты. Стремились догнать соперника. Но им не хватало завершающего броска. Это хоккей. Здесь все решается за доли в секунду. Скоростно-силовая игра, где быстро бегают и сильно бьют. В перерыве тренер Александр Серегин собрал ребят в раздевалке, нашел нужные слова и уже на льду сделал несколько позиционных замен. Изменения дали положительный результат. Ребята сравняли счет. Но соперники не думали отступать и снова забрасывали шайбы одну за другой точно ворота хозяев. Игра получилась очень захватывающей. Били булиты, ломались клюшки, были удаления и, конечно, много забитых шайб. Но, к сожалению, Арктике так и не удалось догнать кристалл. Матч закончился со счетом 8-5 в пользу гостей. И в заключении выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 23 ноября, небо будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Ночью ожидается мелкий снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков. Температура около нуля градусов. Это все новости на сегодня. Выпуск вел Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова